Ребят, вот что значит классно иметь друга гонконгского Сол. Он сразу же привел нас на крышу с патровую, откуда открывается вид на всю гавань Виктория. Великолепно в Гонконг! Гонконг. Территория, которая превратилась из скромной рыбацкой деревушки в один из ведущих мировых финансовых и культурных центров. Первоначально территория была частью Китайской империи, но позже была передана Великобритании в 1842 году, после первой опиумной войны по Нанкинскому мирному договору. Под британским правлением Гонконг превратился в крупный торговый порт. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам. Погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю. Знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. В этом выпуске мы поговорим о Гонконге, о его связи с опиумом и чаем, о его легендарных пиратах, которые стали прототипами известных пиратских персонажей, о маленькой, но значимой гонконгской деревушке, в которой был найден цветок, ставший символом Гонконга. В общем, сегодня мы отправимся в историческое путешествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только вышел с самолета, у меня сразу же спросили паспорт, визу. Стояла просто женщина, типа контроль какой-то, прям сразу возле самолета. Еду сейчас на таком поезде без водителя. Короче, в сторону иммиграции. Все, прошел иммиграционную карту, заполнил, сдал уже на стойке иммиграционные. Ничего, тоже никаких вопросов не задавали. Все, скорее всего, проверили меня до Куала-Лумпури еще. Потом меня эта женщина спросила, что я, куда я. Штамп поставили и все. Так, и сейчас я еду в город на экспрессе. Все, пожалуйста, опиумные! Опиумные войны и торговля чаем неразрывно связаны главой в истории Китая. В начале 19 века британская Ост-Ингская компания стремилась устранить торговый дисбаланс с Китаем. Они нашли решение в торговле опиумом, выращивая опиум в Индии и экспортируя его в Китай под видом лекарств. В документах того времени опиум часто назывался различными эвфемизмами. Особая валюта, локальный продукт, мыло, продукт номер 100. Британцы импортировали из Китая большое количество чая, шелка и фарфора. Но Китай мало интересовался британскими товарами. Этот торговый дефицит побудил Ост-Ингскую компанию продвигать опиум в качестве товара, чтобы уравновесить весы. Конечно, такое употребление опиума привело к очевидным последствиям в виде развития наркомании. Вот так британцы в какой-то момент буквально подсадили китайцев на опиум. Напряженность усилилась, когда китайские власти попытались пресечь торговлю, что привело к первой опиумной войне. В итоге британское военно-морское превосходство привело к поражению Китая. Завершил войну Нангинский мирный договор 1842, уступив Гонконг британцам и открыв пять портов для торговли. Торговля чаем сыграла решающую роль в опиумных войнах, поскольку чай был одним из основных товаров, востребованных британцами. Спрос на чай стимулировал инновации в судоходстве, что привело к разработке более быстрых клиперов. Торговых судов. Проектировались, можно сказать, гоночные корабли. Это вызывало своеобразные чайные гонки среди судовладельцев. Успех чайных клиперов способствовал глобализации торговых путей и ускорению мировой экономики. Я на экспрессе доехал до центра города, станция Коулон. Доехал за полчаса. Теперь надо как-то выйти в город, как-то добираться до отеля. Гонконг имеет богатую историю пиратства, особенно в 19 веке. География Гонконга с его многочисленными островами, заливами и скрытыми бухтами обеспечивала пиратам идеальное укрытие. Запутанные водные пути позволяли им устраивать засады на проходящие суда и легко ускользать от властей. Воды, окружающие Гонконг, включая районы Чинчао, остров Лантао и полуостров Цайкунг, были печально известны своей пиратской активностью. Эти места служили базами для пиратских флотов. Одним из самых печально известных пиратов в регионе был Чунг По Цай. Он был сыном рыбака, но будучи подростком попал в плен к пиратам. А позже сам занялся пиратством и начал держать в страхе всех мореплавателей того времени. Он, кстати, стал прототипом одного из злодеев пиратов Карибского моря, Сау Фэнга. Легенды предполагают, что у молодого пирата было спрятано сокровище на Чинчао, острове, название которого буквально значит Длинный остров. Сейчас на острове есть пещера, названная в честь этого самого пирата. Кто-то считает, что пиратские сокровища до сих пор не были найдены, а потому посещают ее с легкой надеждой стать тем самым счастливчиком, кто их найдет. В итоге конец пиратству положила Британия. Британские колониальные власти в Гонконге предприняли активные меры по его пресечению. Были созданы военно-морские патрули и проведены рейды по укрытиям пиратов. Поимка основных пиратских лидеров помогла снизить уровень пиратства в регионе. К середине 19 века сочетание патрулирования британскими военно-морскими силами, усиление мощностей правоохранительных органов и изменение экономической динамики привело к снижению пиратства в Гонконге. Опемные войны и последующая колонизация еще больше способствовали подавлению пиратской деятельности. Во время Второй мировой войны Гонконг пал под натиском японских войск в 1941 году и пережил сложную трехлетнюю оккупацию. В послевоенный период Гонконг отстроился заново и утвердился в качестве глобального экономического игрока. В 1997 году Гонконг был возвращен к Китаю британцами по принципу «одна страна, две системы», что обеспечило высокую степень автономии на 50 лет. Церемония передачи включала уникальный обратный отсчет на двух языках – английском и китайском. На сегодняшний день Гонконг известен как мировой финансовый центр, где находится гонконгская фондовая биржа и многочисленные транснациональные корпорации. А еще здесь сосредоточено огромное количество небоскребов. Их тут более тысячи, а всего высотных зданий более 8 тысяч. Возвращающим зданием Гонконга считается 108-этажный международный коммерческий центр 484 метра, построенный в 2010 году, и 78-этажный небоскреб Централ Плаза, 374 метра, в котором расположена самая высокая церковь в мире. Но о современном Гонконге мы поговорим в следующих выпусках. Так что не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить. Название Гонконг на китайском состоит из двух иероглифов, которые означают «благоухающий», «ароматный» и «гавань». То есть дословно название города можно перевести как «благоухающая гавань». Когда-то в одном из гонконгских районов, а именно в районе Абердин, торговцы продавали изделия из ароматной древесины и благовония. Гавань поблизости, а точнее бухта Виктория, разделяет остров Гонконг и полуостров Дзюлун. Это, кстати, один из самых глубоких естественных морских портов в мире. И добро пожаловать в мои маленькие гонконгские апартаменты. Хотя это, наверное, больше похоже на какой-нибудь номер китайской Екатерины Второй. Почему? Потому что, ну, смотрите сами. На самом деле очень прикольно. Такой номер, я вам скажу, комфортный. Он и не маленький, ну, как бы и небольшой. Такой компактненький, но прикольный. Я даже не припомню, чтобы я в чем-то подобном оставался. Поэтому welcome to my room. Сразу замечу, если вы не были в Гонконге и собираетесь сюда розетки, вам нужны переходники. Здесь розетки как в Великобритании, как в Лондоне. Поэтому берите переходники заранее. Потому что, смотрите, раз у вас, видите, вот такие вот, получается, розетки везде. Но, кстати, есть еще и USB-шки. Да, то есть у меня здесь USB-порты, но заряжать, откровенно говоря, через них не очень быстро. Нахожусь я в центре. Видите, такие здесь у меня волосы. Тут Shopping Street, магазины Nike, Adidas, торговые центры. Куча-куча всего такого пошопится. Зеркала. Если вы любите смотреть на себя, здесь их куча. Огромные от потолка до пола. Прикольно закрывается дверь. Вот это, да, допустим. Достаточно необычно здесь дырка такая. И, видите, вот такой вот здесь замочек. Опять, еще одно зеркало. Потолок, пол. Пожалуйста, если приехали сюда с бойфрендом или с геллфрендом, один там красится, собирается другой. Здесь сушат волосы. Никаких проблем вообще нет. Вот. И если еще у вас есть и дети, то, пожалуйста, даже затемненное есть стекло тоже. Здесь еще внизу есть спортзальчик. Небольшой, но гантельки. Если вам нужно размяться, что-то сделать, это есть внизу. У меня все включено. Мне букинг это все дает по хорошей цене. И, кстати, у меня часто букинг из-за того, что у меня там джиннис, генис, не знаю, как это ездит. Джиннис. Гениальный аккаунт. Из-за того, что я много катаюсь, они мне часто дают всякие бонусики. Я оставался, допустим, в Сингапуре. Мне там хорошим бонусом было то, что ух, долларов, наверное, на 40 в день мне было дешевле. Вот так. И здесь у меня еще плюс тоже в том, что я остаюсь в номере. Мне сделали маленький апгрейд. Плюс мне еще дали, бесплатно включили завтраки. Гонконгский флаг представляет собой красное полотно с белым цветком посередине. Красно-белая палитра была выбрана не случайно. Эти два цвета символизируют принцип «одна страна, две системы». А цветок – это баукиния Блейка, которая не встречается в природе. Это гибридное орхидейное дерево, созданное путем культивирования. Растение было названо в честь известного ботаника сэра Генри Блейка, который был губернатором Гонконга с 1898 по 1903 год. В Гонконге листья баукинии называют умными листьями и считают их символом мудрости. Кто-то из вас, возможно, клал под пятку пятак, чтобы успешно сдать экзамен. Здесь же некоторые школьники и студенты используют листья баукинии с целью изготовления закладок для учебников в надежде, что они принесут им удачу в учебе. Кстати, это отличный повод, чтобы написать комментарий, что вы делали, чтобы успешно сдать экзамен. Баукиния была официально принята в качестве эмблемы Гонконга в 1997 году. Цветок был выбран, чтобы олицетворять уникальную самобытность и смешение Востока и Запада в городе. Пять лепестков цветка также символизируют пять звезд на национальном флаге Китая. Как я уже сказал, дерево было обнаружено примерно в 1880 году недалеко от Покфулама. Покфулам – историческая деревня, существующая с начала 17 века. Местные жители в прошлом много раз просили правительством предоставить коренным жителям Покфулама такое же признание, как и жителям новых территорий. Но эти претензии были отклонены правительством, которое пригрозило и вовсе снись не деревню. Что, конечно, кажется не самым лучшим решением, потому что деревня обладает настоящей исторической ценностью. В период Кан Си, конец 17 века, династии Цин, в эту деревню добрались около 2000 человек, искавших убежище от беспорядков в материковом Китае. Первые жители деревни в основном с фамилиями Чень, Хуан и Ло были фермерами. В журнале округа Синань упоминалось, что деревня Покфулам была одной из трех деревень на острове Гонконг. И я пока в Гонконге, у меня дальше, значит, мой путь лежит в Шанхай, я уже взял билеты. И, кстати, когда я влетал в Гонконг, мне сразу же сказали, где у вас билеты из Гонконга, где он? И мне пришлось прямо на стойке регистрации покупать этот билет. Я купил билет в Шанхай, здесь в Гонконге я три ночи одну, я уже отночевал. Да, вузы, планы в Шанхай посмотреть. Вузы для обучения крутые, посмотреть, потому что второй мой канал, Smaps Education, посвященный зарубежному образованию. Если вам интересна учеба, если вам интересна учеба в Азии, если вам интересна учеба где угодно, у меня там огромное количество выпусков из самих учебных заведений. Я снимал в Сингапуре вузы, и сейчас у меня, значит, Гонконг, и дальше Шанхай, Пекин, Сеул. То есть вот такой маршрут. Везде будут вузы, везде будут обзоры по городам, чтобы вам было интересно. Сохранились и другие места Гонконга, представляющие историческую ценность. Абердин. Район в южной части острова Гонконг, известный морской историей и традиционной атмосферой рыбацкой деревни. Когда-то этот район был небольшой рыбацкой деревушкой, населенной народом танка, который традиционно жил в лодках. Рыболовство играло решающую роль в их жизнеобеспечении. Поэтому их характерные плавучие дома стали обычным зрелищем в гавани Абердина. Как вам такой вариант жилья? Остановились бы вы в отельном номере, в лодке, если бы была такая возможность? Плавучие отели тут, может, и не столько популярны, а вот плавучие рестораны – это другой вопрос. Когда-то в южном Абердине был такой ресторан, который стал известным на весь мир. Джамбо Ресторант. Вообще, он представлял собой объединение сразу двух заведений – самого Джамбо и Тайпак. Оба ресторана внутри были оформлены в стиле китайских дворцов, с изысканными деталями и украшениями. Внутри стояла элегантная и дорогостоящая мебель, а еще здесь всегда было безупречное обслуживание и этикет персонала. В одном из залов был даже размещен императорский трон. То есть вы могли спокойно на него сесть и понять, каково это – чувствовать себя правителем. На трон села царь во дворца. Ресторан был основан в 1976 году. За 44 года своего существования Джамбо Киндом посетили более 30 миллионов посетителей, в том числе королева Елизавета II, Джимми Картер и Том Круз. Заведение запечатлено во многих гонконгских и международных фильмах. Среди них – выход «Дракона» с Брюсом Ли в главной роли и «Человек с золотым пистолетом». Вложено в проект было 30 миллионов гонконгских долларов. На тот момент это было около 4 миллионов американских. В ресторане особое внимание уделялось кантонской кухне и блюдам из морепродуктов. К сожалению, знаменитый плавучий ресторан Джамбо затонул в Южно-Китайском море. Это произошло всего через несколько дней после того, как его отбуксировали из гавани, где он стоял почти 50 лет. Вот так тонут легенды. И все же есть и хорошие новости. У плавучего ресторана Тайпак, дочернего судна Джамбо, все-таки есть будущее. Компания New Bond Limited, которая приобрела Тайпанпан в августе 2022 года, объявила о своих планах отремонтировать судно и вновь открыть его к третьему кварталу 2024 года. Ну а пока мы ждем его открытия, хочу напомнить вам, что сейчас в Гонконг можно полететь, не делая никаких рейсов до двух недель. Тайпанпан Так что это улица? Авеню Старр. Это самый известный сайсин. Это как Холливуд? Да, это Холливуд. На этом мой первый выпуск про Гонконг подошел к концу. Это была историческая часть выпуска. Дальше будет еще несколько частей, поэтому подписывайтесь на канал. И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это помогает в развитии моему канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok